Добрый день, друзья! Сегодня мы поговорим о шести общих принципах людей, которые избавились от четвертой стадии рака. Исследовано более трех с половиной тысяч случаев. Доктор медицинских наук Келли Тюрнер проходил практику в Гарварде и Беркли. Она объездила весь мир с целью изучения всех известных случаев неожиданных ремиссий рака четвертой стадии. То, что обнаружила доктор Тюрнер, оказалось не просто совпадением. Все опрошенные соблюдали шесть общих принципов. Итак, вот они. Первый принцип – изменение питания. Все пациенты называли изменение питания чуть ли не главным в своем исцелении. В основном они начинали питаться исключительно овощами, фруктами, зеленью, орехами и семенами. Опрашиваемые также отказались от мяса, сахара, молочных продуктов и очищенного зерна. Второй принцип – духовные практики. Многие из опрошенных доктором Тюрнер говорили о божественной энергии любви и ее природе. Некоторые из них даже пошли служить во всевозможные религиозные сообщества. Третий принцип – чувство любви, радости и счастья. Многие из опрошенных утверждали, что смогли избавиться от рака с помощью увеличения и развития в себе именно этих чувств. Уже ни для кого не секрет, что счастливые и радостные люди в среднем живут на 10 лет дольше. Четвертый принцип – освобождение от негативных эмоций. Опрашиваемые доктором Тюрнер утверждали, что смогли выздороветь благодаря освобождению от негативных эмоций, с которыми они жили многие годы. Они говорили о страхах, злости, раздражении, огорчениях, чувстве одиночества и обидах. Пятый принцип – витамины и травы. Многие принимали разнообразные травы, витамины и добавки. При этом никто не назвал никаких загадочных волшебных названий и никакой из названных компонентов не повторялся множество раз. Помогали ли они действительно или работал эффект плацебо, еще предстоит установить. Но на самом деле это не имеет значения. Главное то, что если вы верите, что какой-то чай или трава или витамины вам помогают, пейте их. И наконец шестой принцип – они полагались на свою интуицию при принятии решений по излечению. Почти все опрошенные отмечали важность решения, принятого с помощью интуиции по поводу того или иного лечения. Вот такая интересная информация. Верите или нет – дело каждого. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать колокольчик. Еще информация для вас. Мы много лет делаем для вас газету «Пантелеймон». Ознакомиться и подписаться на нее вы можете по ссылке в описании. Также, кому интересна тема, которую мы подняли в этом видео, может прочитать статью по этому поводу. Ссылка также в описании. Всего вам доброго. До встречи.